На месте, где жители села Акбулак обнаружили сумку, в которой находилась новорожденная девочка, до сих пор видны следы крови. Здесь же мать оставила и окровавленные перчатки. Местные жители уверяют, что новорожденная девочка пролежала на улице несколько часов. Все это время Кроха отчаянно плакала до тех пор, пока мимо проходящие школьники из любопытства не заглянули в сумку. Увиденное привело учащихся средней школы в ужас. Дети стали звать на помощь прохожих. В их числе оказалась библиотекарь Гульмира Серегбаева. Женщина попыталась согреть новорожденную, укутав ее в шерстяной платок. Гульмира с ужасом вспоминает момент, когда впервые увидела девочку. От холода у Крохи начали синить ножки. Я вышла с внучкой в магазин. Ко мне дети подбежали и сказали, что нашли ребенка. Они думали, что в китайской сумке щенок плачет. Открыли, а там малыш. Я подошла, смотрю и вправду. Нормальная доношенная девочка. Она уже синеть начала. Мне так жалко стало. Я соседку позвала. Она как раз медик. Мы ее укрыли и ножки помассажировали. Скорая подоспела вовремя. Специалисты доставили новорожденную в районную больницу. Именно здесь медики перерезали девочке пуповину. Сейчас малышка находится в палате интенсивной терапии. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Девочка реагирует на осмотры и ест из бутылочки. Ребенок доношенный, с признаками доношенности, с весом 3088 грамм, ростом 52 сантиметра. При поступлении температура тела явно было ниже 32, что говорит о тяжелом переохлаждении. Проведены соответствующие лечебные мероприятия. Ребенок помещен в инкубатор, соответствующие температуры. В дальнейшем, постепенно, согласно клиническому протоколу, температура тела ребенка нормализовалась. Ребенку оказана также помощь в внутривенной инфузии раствора глюкозы, также антибактериальной терапии. В динамике состояния на сегодняшний день средней тяжести, ребенок в сознании. Медицинские сестры ни на минуту не оставляют малышку без присмотра. Сейчас показатели температуры тела, сердцебиения и кровообращения крохи в норме. Врачи и даже малышке имя дали. Девочку назвали Артугай из-за родовой особенности возле уха. Сейчас правоохранительные органы проводят досудебное расследование. Полицейские разыскивают нерадивую мамашу. Возбуждено уголовное дело по статье 119 «Оставление в опасности».